Банный день. Сегодня на уральских казармах военнослужащим 55-й арт-бригады передавали мобильные банно-прачечные комплексы. Перед отправлением в пункт назначения их показали журналистам. Мобильная баня находится в середине контейнера. Здесь есть две стиральные машинки и две душевые сетки. С обратной стороны бойлера находится топка, куда забрасывают дрова. От этого нагревается титан и горячая вода поступает в душевые сетки. Холодная вода подается отдельно из бака. Одновременно принимать душ здесь могут 4 человека. Таким образом, в день мобильной баней смогут воспользоваться около 70 военных. Капитан Валерий Лошков рассказывает, такая мобильная баня гораздо удобнее той, которой пользовались ранее. Она автономная, с дизель-генератором. То есть, сам себе, когда захотел, включил и пошел мыться, стираться и так далее. Там машина чуть по-другому. Там можно только мыться было. Притом, надо было расставлять палатку отдельно и с собой возить, будем так говорить, еще водовозку большую. Водовозка объемом 5 кубов будет сопровождать и новую баню. Внутри машина оснащена полуторакубовой бочкой. Таких машин пока две. Проект реализовали волонтеры при содействии городских властей. Этим кразам около 30 лет. И раньше на них стояли морские контейнеры, рассказывает глава общественной организации. Меняли все масла, заново проводку все делали, ходовую делали. Самое было проблемное место в этих машинах – это ТНВД, топливная система. Топливная система была снята, была полностью реставрирована, то есть поставлена. Возможность принять душ в полевых условиях дорогого стоит. В зону АТО новые банно-прачечные комплексы планируют отправить в середине следующей недели.